Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что смотрите, подписываетесь, за то, что комментируете. Алексей Якубин, украинский политолог, со мной на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуй, Саша. Алексей, начать я хочу с визитов Зеленского. Приехал в Италию, встретился с Мелани и папой Римским. Папе Римскому отказал в посредничестве, отправился в Германию. Там тоже большая программа, ее нахарактеризовал Владимир Зеленский у себя в Телеграме, написал, ну и в других соцсетях написал, что конкретно он планирует из визита в Германию вынести. Но очень странно выглядит публикация Вашингтон-Пост во время этого визита, этих визитов, этого турне, где предстает Владимир Зеленский за закрытыми дверями агрессивным политиком, мол, не таким, каким он есть на публике, о том, что он всех подкупил европейцев и представителей западных стран, что не будет бить по российской территории, а сам, мол, предлагал и захватить несколько сел в Российской Федерации, и ударить по Ростовской области, и нефтепровод в Венгрию взорвать. Что это за материал Вашингтон-Пост, что это за сливы Пентагона, которые, казалось бы, уже все раскрутили, докрутили и трейшейеру посадили, но хвост получается, как от кометы Галлея? Ну, дело в том, что, не забывать, что все-таки это сливы некие, да, и с самого начала, когда появились эти материалы, из разных источников не до конца было понятно, что там является оригинальным, что является модифицированным, что является, кто внес что туда в итоге, в те материалы, которые были, потому что я напомню, что абсолютно похожая история была с данными о потерях, да, в армиях, и потому мне кажется, что, вот, скажем так, тот факт, что Вашингтон-Пост ссылается на, ну, такие материалы, и пытается это придать какой-то, ну, такой вот прям резонанс, но тут все равно, опять-таки, очень много вопросов по поводу самих этих материалов, потому мне кажется, что, как бы, если говорить глобально, складывается впечатление, что, наверное, эти материалы не просто так появляются, а это попытка повлиять на данный момент на предоставление Украине военной помощи, и, в первую очередь, мы понимаем, что стоит на кону, на кону стоят вопросы, связанные с авиацией, на кону, вот уже Великобритания, да, передала Украине первые дальнобойные ракеты, возможно, это только начало подобной передачи, и я думаю, что вот на фоне всего этого начинают возникать такие информационные пузыри. Опять-таки, могут ли западные СМИ, или там представители западных СМИ, какие-то информацию, ну, так искривлять и так далее, конечно, могут, ну, как бы, мы с таким уже сталкивались, да, то есть, в стране агрессори подобное происходит, ну, так, а почему и на Западе, на Западе также подобное происходит. Да, вот даже вспомнив вот эту историю, вот мы можем вспомнить по поводу Евровидения, с Таймс, что они говорили, что вроде бы Зеленский хотел там выступить, в офисе президента пресс-секретарь заявил, что нет, они даже и не обращались к представителям Евровидения, что это фейк, да, ну, то есть, потому я бы, я бы относился к этому, знаешь, как говорили древнеримские следователи, кому выгодно, ну, то есть, кому выгодно появление в информационной плоскости подобных материалов, ну, а это выгодно, как мне кажется, очевидно, в этой стране агрессорам. Ну, как бы, образ Зеленского, который за вот этот более чем год, ну, он видоизменялся, но, в общем-то, сохранялся примерно прежним, вот как думаешь, это изменит? Смотри, я думаю, что эти сами по себе материалы вряд ли что-то, ну, или опубликованные в Вашингтон-Пост, вряд ли что-то здесь глобально поменяют, это расчет на то, что удастся повлиять на общественное мнение, потому что это очень важный момент, что именно общественное мнение, которое во многом большинстве западных стран находится на стороне Украины, позволяет западным политикам выделять в Украине и финансовые ресурсы, и выделять в Украине военную помощь. То есть, я думаю, что тут даже расчет не повлияет непосредственно на самих людей, тех, кто принимает решения, да, я имею в виду западное истеблишмент, а расчет на изменение общественного мнения про Зеленского, чтобы создать ему другой образ на Западе, да, чтобы, опять-таки, еще раз говорю, потом пытаться говорить, что, а, вот видите, как можно передавать Украине новые типы вооружений для других типов вооружений, ведь она может наносить удары по, скажем так, международно признанной территории Российской Федерации. Но тут тоже есть очень важный момент, который стоит отметить, что, учитывая, что части военных баз территории Российской Федерации по Украине наносятся удары, а то с точки зрения международного права Украина вправе себя защищать и наносить, например, удары по военным базам, военным объектам, в общем-то, что Украина и делает, да, заметь, что не по гражданским объектам Украина не бьет, потому что вот даже тут еще один важный момент хочу подчеркнуть, что все-таки давай не забывать, что Украина, она ведет справедливую войну, она обороняется. И мы пока не видим, что как раз со стороны нашей страны, да, никаких-то попыток выйти от, скажем так, модели обороны нету. И это очень важный момент, который не стоит забывать. Кстати, заметь, что даже вот на встрече с Папой Римский, Зеленский Папой Римскому говорил, что давайте не забывать, что кто здесь агрессор, а кто является страной, которая обороняется. И это действительно даже в международном праве очень важный момент, который позволяет, по большому счету, как раз, скажем так, вот той коалиции, которая стран, которую мы имеем, там 50 плюс чем-то стран, в общем-то, вокруг нашей страны и объединяться. Потому что как раз оборонный характер войны – это единственный легитимный вид войны, который признает организация объединенных наций. По поводу, ну, скажем так, захода на чужую территорию для того, чтобы иметь рычаги влияния на Москву. Ведь эта идея, она ведь как бы гуляет, высказывается. Мол, зачем идти в контрнаступление на вырытые окопы, какие-то блиндажи, укрепрайоны Российской Федерации, которые она за эти, там, более чем полгода сумела сделать на юге, если можно зайти на севере, ну, и, собственно, скажем так, потом устроить некий размен территориями. Мы уходим оттуда, а вы уходите оттуда. Идеи высказывались на уровне, там, всяких аналитиков, каких-то, скажем так, комментаторов политических. Насколько это жизнеспособно? Смотри, я думаю, что Украина на это не пойдет, и мы на это точно не пойдем. Еще раз подчеркну, почему. Потому что для нас очень важно в этой ситуации как раз демонстрировать, что, в отличие от Российской Федерации, мы ведем войну оборонную. А заход на территорию Российской Федерации регулярных войск, например, да, понятное дело, как может интерпретироваться, давай так скажем, не только Российской Федерацией, а многими, например, странами, незападными странами и так далее. И я потому, честно говоря, считаю, что это очень маловероятно. Опять-таки есть разница между заходом вооруженных сил на территории Крыма, который оккупирован, и абсолютная история связана, другая история связана, например, с потенциальным каким-то воображаемым, гипотетическим заходом вооруженных сил Украины на территории международно признанных границ Российской Федерации. Потому я не думаю, что со стороны Киева, в целом, такой вариант, в принципе, вообще рассматривался. Опять-таки, давай не забывать, что западные страны на публичном уровне, предоставляя Украине помощь, они неоднократно подчеркивали и подчеркивают, что все, что они предоставляют, например, из недавнего Германия, в которую сейчас поехал Зеленский, все, что они предоставляют в плане вооруженной помощи, может быть использовано только для защиты Украины. То есть не для нападения на, допустим, незаходную территорию России и так далее. Потому мне кажется, что, еще раз говорю, что кто может инспирировать подобные разговоры, это, конечно, сама Россия. Ей выгодно постараться представить нашу страну, Украину, скажем так, как-то постараться уравнять что-то. Но тут уравнения не получается, потому что, еще раз подчеркну, что есть агрессор, а есть страна, которая обороняется. Понятное дело, что нам бы очень хотелось, знаешь, как говорил Давид Айрахамин, чтобы Россия выбила свои войска из территории Украины и, в общем-то, все закончилось. Но, к сожалению, мы видим, что, как я понимаю, до сих пор, в Москве все еще считают, что военный вариант, он может работать. То есть они настолько уже во все это, скажем так, поглотил их этот вариант, что, мне кажется, там даже не видят, как можно выйти из той ситуации, которая сложилась как-то по-другому. Ну, то есть, и это затягивает, вот мы, в общем-то, этот процесс и видим. Ну, тут возникает еще один момент, как воспринимать достаточно серьезную атаку воздушных суден над Брянской областью, которая была буквально вчера, и когда два самолета, два вертолета, судя по всему, официального комментария не было, ну, как говорят эксперты, то это просто подтянули локаторы украинского ПВО и над территорией Российской Федерации начали сбивать военные вот эти объекты. Некоторые особо, ну, скажем так, рьяные, да, вот уже говорят, что это чуть ли не повод включать доктрину Российской Федерации и бить ядерным оружием, ну, или как там, всеми имеющимися средствами. Как-то вот очень интересно совпадает, да, совпадение номер один. Зеленского нет в стране и совершается такой удар. Совпадение номер два – выходные. А там в Москве, в Кремле, мы видим, что это вот к этому относятся прям, ну, спейте там, ждать каких-то заявлений, наверное, можно только в понедельник. Ну, смотри, еще раз говорю, ты отметил очень важный момент, что даже если это были удары Украины, то они были по военным судам. Ну, опять-таки, Украина обороняется. Из того, что мы знаем, вот те самолеты, которые, да, ну, были подвергнуты атаке, они обстреливали или летели обстреливать Черниговскую область. Ну, еще раз подчеркну, это военные цели. Ну, а как, ну, мне вообще себе сложно представить, как даже в России могут себе, да, эту историю представлять. Но если ваши самолеты, ваши ракеты летят обстреливать мирные украинские города и так далее, вы что считаете, Украина не должна обороняться? Украина должна обороняться. Это нормально. Потому, опять-таки, военные цели по международному праву, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, они являются легитимными для Украины целями. Именно военные цели. И еще раз подчеркну, если по нашей стране, по Украине наносятся с этих целей военные удары, то как Украина может реагировать? То есть, понимаешь, одна из важных целей здесь сделать так, чтобы подобного было меньше. Ну, то есть, потому, я, если честно, здесь не вижу, скажем так, вот для России, ну, понятное дело, что там очень любят нагнетать историю, связанную с ядерным Армагеддоном. Это их прям любимая тема. И они время от времени эту тему вытягивают и раскручивают. Ну, вот еще, наверное, один у них будет повод пораскручивать эту тему. Хотя, опять-таки, нюанс состоит в том, что мы неоднократно слышали от стран, которые имеют колоссальное влияние на Россию. Я имею в виду Китайской Народной Республики. Что, в общем-то, ядерный вопрос, вообще ядерная карта, это мега-красная линия, которая, в принципе, не может, скажем так, китайская стена, которая не может подниматься в России. И, по сути, Россия где-то на риторическом уровне об этом упоминает, но я думаю, что на Пекин при этом она также смотрит. Возвращаясь на полшага и закрывая тему с Папой Римским, карта Ватикана в мирных переговорах отыграна. Теперь ждем, когда приедет спецпредставитель Китая по урегулированию. Смотри, я думаю, что здесь могут быть много треков, на самом деле. Еще раз говорю, что из того, что я сейчас вижу, война, она продолжается. Мы считаем, что мы можем освободить большее количество территорий. Россия считает, что она может, скажем так, еще что-то достичь военными целями. И тут еще один важный момент есть. Вот даже сам факт включения Папы Римского, спецпредставителя Китая, говорит о том, что война, российско-украинская война, полномасштабное отражение, которое мы наблюдаем за этот год, оно понемногу, насколько я понимаю, превращается в войну, которая связана с перетрансформацией мирового порядка. И мы это видим. Сам факт включения, например, того же Китая в процессы, которые мы наблюдаем, говорит о том, что во многом уже эта война воспринимается как одна из таких точек бифуркации для изменения мирового порядка. А это означает, что кроме Украины, кроме России, получается, в этот процесс уже включены сверхдержавы напрямую. И для нас в этом есть некая опасность. Потому что, с одной стороны, пока этот конфликт, в большей мере эта война, рассматривалась как региональный, европейский, пусть и с последствиями по всему миру, это одно дело. И получается, что официальный Киев или Москва могут на него глобально влиять. Но если уже сейчас мы видим вот эти процессы глобализации этой войны, то это означает, что как раз во многом роль других игроков начинает здесь играть большую роль. Я имею в виду Китая, еще больше мере, наверное, Соединенных Штатов Америки, то есть Китая, США и так далее. И это означает, что, мне кажется, наш контроль над этой войной, он здесь также может, скажем так, уменьшаться. Вот в этом есть сейчас, я вижу, сейчас опасность того этапа войны, на котором мы находимся. Что во многом мега-ключевые мировые игроки начинают воспринимать его как часть вот этой борьбы за мировые политические изменения, за некий образ мирового порядка. И вот в этом есть опасность, потому что, еще раз подчеркну, что это означает, что ключи, знаешь, вот символ Ватикана, это ключи, да, вот эти ключи понемногу начинают появляться в руках мировых игроков, которые, ну, скажем так, нам в этом плане будет в случае чего уже сложнее управлять этим процессом, да, ну, если мы, например, захотим какие-то сделать здесь акценты. Ох, какая осторожно высказанная, но такая на самом деле важная мысль. Прозвучало, Леш, но смотри, если ключи там, да, качуют или там отходят в руки глобальных игроков, некоторые, конечно, могут возразить в комментариях, что они изначально были в руках глобальных игроков, то мы же видим, как и в Штатах, и как бы в других точках высказывается мысль о заморозке, то есть с этими ключами нам ждать этого сценария. Ну, смотри, я пока не вижу, что в Белом доме готовы идти на такой вариант, наоборот, на публичном уровне они часто подчеркивают, что все будет решать Киев, и Киеву решать, да, глобальную стратегию по войне, но, конечно же, мы в то же время, скажем так, и это очевидно, тут возникает вопрос, как долго Соединенные Штаты Америки смогут занимать такую позицию, да, то есть, опять-таки, чисто объективно, еще раз говорю, это не означает, что мы можем видеть, какие могут быть угрозы, да, продолжения этой позиции. Ну, заметьте, сейчас даже на фоне дефолта, как бы, угроз нету, потому что это очень часто такой популярный информационный пузырь, что вот США сейчас будут, да, достигли порога государственного долга, и вот они, например, остановят помощь Украине, не остановят, потому что эти решения были приняты еще раньше, и помощь Украине продолжится. Но тут есть другой момент, что в США также вступает в полосу выборов, а полоса выборов, в свою очередь, она чревата тем, что американским политике им придется, во-первых, очевидно, делать во многом больше акцент на внутренние политические вопросы, да, и администрации Байдена также, и, опять-таки, очевидно, что одно из тем, которое будет обсуждаться сейчас в плане вот на ближайших выборах, так или иначе будет вопрос Украины. Поэтому, конечно же, эта история, она может влиять в дальнейшем, да, на вот эти процессы, связанные с финансированием и так далее. То есть мы просто должны это объективно понимать, и поэтому действительно очень важно сейчас для Украины, например, по работе с Соединенными Штатами Америки, все равно, ну, мне кажется, какая-то такая работа и ведется, постараться постоянно балансировать, чтобы была вот эта, сохранялась двухпартийная поддержка с той или с другой стороны, потому что, вот заметь, вот мы можем вернуться, Зеленский прокомментировал, интересно, заявление Трампа. Ну, как интересно, резко? Ну, это достаточно резко. Ну, интересно, давай скажем так. И, по сути, нюанс был в том, что он сказал, что, как бы, ну, Трамп, когда он был президентом, да, а у нас уже на Востоке полыхало, и, в общем-то, он не смог остановить этот процесс, да. Ну, то есть он сказал просто тот факт, ну, факт, который был, мы это помним, да, и, как бы, с намеком, что, ну, вот если Трамп рассказывает, что он может за 2-4 часа закончить войну, ну, ну, много вопросов с этим, да. Так ли это, или, еще раз говорю, что это очередные такие громкие с его стороны заявления, которые просто Трамп использует в американской политической борьбе. Но тут я хотел бы вернуться к другому моменту. Смотри, вот я не просто так сказал про глобальный порядок и тот момент, что сейчас сюда включился Китай, без какой-то там апологетики Китая и так далее, но нюанс в том, что если Китай в этот процесс включился, я не думаю, что Китай просто-напросто может выйти без какого-то результата в этом процессе, да. Даже вот тот момент, что в ближайшее время мы увидим спецпредставителя Китая, который приедет. Понятно, я знаю, какие вопросы здесь возникают, а что там Китаю неизвестно, зачем отправлять в разные страны спецпредставителя, но нюанс стоит в том, что дипломатия, это же не только публичные заявления, это еще и часть неких обсуждений, да, которые не всегда, скажем так, с самого начала оглашаются публично. Ну, вот эти закрытые двери, о которых там написал Вашингтон пост, якобы что-то там обсуждалось и что-то там предполагалось, но там вот, за закрытыми. Смотри, ну, нет, смотри, закрытые двери — это метафора, давай так говорить. Но дипломатическая работа, она состоит в том, что результаты, конечно же, да, дипломатической работы, они потом предъявляются, и, в общем-то, я за то, чтобы любые договора, конечно же, не были там тайными и так далее. Мне кажется, после Первой мировой войны, кстати, это один из принципов 14 пунктов, был Вудро Вильсона по поводу изменения мирового порядка, что международные договора не должны быть тайными, потому что это, к сожалению, может вести только к ухудшению, да, отношений между странами в итоге. Так вот, но нюанс стоит в том, что все равно мы по результату узнаем, но дипломатическая работа, она в том числе состоит в том, чтобы собрать разные мнения, сделать какие-то изменения, возможно, чуть-чуть поменять язык. Это тоже очень важный момент, вот как работают медиаторы, условно, да, они называют те же вещи, только другим языком. И часто, и часто это уже срабатывает, это снимает какой-то уровень неготовности обсуждать вопросы. Вот я думаю, что миссия как раз вот этого спецпредставителя будет пока на вот этом этапе, да, собрать вот такую информацию, донести какие-то месседжи, да, в этом плане и постараться понять, где Китай может дальше повлиять. Еще раз говорю, что тот факт, что Китай включился в этот процесс, я думаю, будет означать, что Китай будет стараться его закончить с максимальным знаком плюс, да, в плане влияния на ход войны. Опять-таки, у Китая есть возможности влиять на Москву. Это факт. Наверное, это одна из немногих стран, у которой такие возможности есть ввиду экономической зависимости России сейчас от Китая, юридизации России. Ну, можно посмотреть официальные данные, как вырос оборот между Россией и Китаем, да, там, он, по-моему, сейчас больше 200 миллиардов долларов, если посмотреть. То есть, и поэтому, в принципе, я думаю, что Китай сейчас на вот на этом этапе, ему, Китай как раз хочет показать себя уже сейчас не только просто экономической некой силой, да, а он хочет себя показать важным дипломатическим игроком. Я вот обращал внимание, что в этом году на Министерство иностранных взрывов Китая выделено плюс 10%, то есть, плюс 10% из бюджета. Ну, в китайских масштабах, понятное дело, что это огромные средства, да, то есть, это говорит о том, что Китай хочет себя показать важным дипломатическим игроком. И давай не забывать, что какие-то моменты Китаю уже удалось. Я имею в виду кейс, связанным с Ираном и Саудовской Аравией. Да, шиитское и суннитские государства, ну, то есть, кто знает, ислам понимает, что там есть еще вот на этом уровне разногласия, но тем не менее, Китаю удалось выполнить некую посредническую миссию между этими странами, между этими, как бы, внутри ислама разными религиозными подходами. То, что мы сейчас видим, есть там папа с миротворческой миссией Ватикана, Китай со спецпредставителем, но мало кто помнит, что начиналось все с Эрдогана. Он был таким одним из, ну, первым, да, миротворцем, посредником, занимался челночной дипломатией, даже этот факт присутствовал. Эрдоган переизбирается. Сегодня, понятно, что целый день голосования дальше достаточно сложно предсказать, потому что там и парламент избирается, и президент избирается. Вот фактор выборов в Турции, насколько вообще, ну, по твоему мнению, влияет на продвижение миротворчества вообще в нашем конфликте? Ну, на самом деле, это очень важный фактор. Почему? Потому что Турция, она играла роль своеобразного посредника, это, наверное, единственная страна НАТО, которая не вела санкции против России, давай не забывать об этом, это вторая армия НАТО, да, по численности, ну, и глобально, если мы посмотрим, Турция с самого начала войны, она старалась играть роль такой площадки, где возможны переговоры, ну, вот первые там стамбульские переговоры и так далее, это же все происходило в Турции, да, мы можем об этом вспомнить. И поэтому политические изменения в Турции без сомнения будут иметь влияние на всю конфигурацию здесь, да, опять-таки, если смотреть официальные, ну, те вопросы, которые проводились, есть высока вероятность, что Эрдоган может проиграть эти выборы. Я больше скажу, мне кажется, ну, то есть, даже в самой Турции, я смотрел турецкую аналитику по этому вопросу, считают этими выборами, считают, что эти президентские выборы, наверное, самые непрогнозированные за, ну, я не знаю, за сколько лет, за 50-60 лет, да, по результатам, потому что разрыв между Эрдоганом и Кычердаглу, очень сложная выговариваемая фамилия, может быть, даже и неправильно я не до конца рассказал, но на букву К его ключевого кандидата, да, от оппозиции, кандидат от оппозиции имеет большее количество голосов, ну, то есть, процент поддержки, чем Эрдоган. Понятное дело, тут проблемы экономические, падение лиры, прошу прощения, ну, турецкой лиры, и девальвация, которая произошла, дальше землетрясение, ну, то есть, очень много, и плюс длительное время, которое Эрдоган управляет Турцией, мне кажется, что накопилась некая усталость. С другой стороны, заметь, два кандидата, они представляют собой, как бы, два разных подхода, два разных мира. Я обратил внимание, где они заканчивали избирательную кампанию, нашим зрителям, я думаю, это тоже будет небезынтересно. Эрдоган закончил ее в Айсофии, напомню, что Айсофия с 20-х годов до 22-го года почти, Айсофия, это был музей, а Эрдоган ее снова сделал мечетью. И Эрдоган пытается позиционировать, мы понимаем прекрасно, на консервативный, исламоориентированного избирателя, жителя небольших городов, сел, ну, то есть, как бы, исламо-традиционалистский, какой-то некий подход. Да, а вот его конкурент, он закончил избирательную кампанию в Мавзолее Ататюрка, основателя Турции, который выбрал светский подход, который выбирал взгляд на Турцию как государство, построено по так называемому вестфальскому принципу, по европейскому принципу, да, где религия отделена от политики, где в первую очередь ключевой роль играет светская Турция, да, то есть, светские законы, женщины имеют возможность учиться, они уравнены с мужчинами в правах и так далее. И это очень важный показатель, то есть, Эрдоган пытается играть на вот этой традиционалистской Турции, которая мечтает, да, вернуться до Ататюрка, наверное, да, какие-то такие идеи о том, чтобы из Турции превратилось в исламское государство, а его конкурент делает акцент на том, что Турция должна быть более прозападной, наверное, так, более светской, и светский, то есть, светский, современный ассоциируется, как быть более ориентированной на Запад. Потому, я думаю, что если так получится, что его конкурент, скорее всего, будет два тура из того, что мы видим, да, мы только вечером узнаем уже результаты, там, после восьми, девяти часов, но, если даже его конкурент, если его конкурент победит, я думаю, что официальная Анкара, она будет в большей мере сейчас тогда прислушиваться к голосам Запада. Но, тут есть другой момент, что высока вероятность, что Эрдоган может получить большинство в парламенте и его партии. Опять-таки, Эрдоган, конечно, сделал все, чтобы должность президента была более важнее, да, могло влиять партийное большинство и так далее. Вот сейчас он получает сам же, скажем так, ответку за свои же действия, потому что, если бы все сохранилось, как было, да, то победа партии Эрдогана в парламенте позволяла бы ему формировать правительство и быть премьером и так далее. То есть, никаких проблем он бы не ощущал в этом плане. Но сам факт того, что может получиться такая конфигурация, когда президент от оппозиции, а парламент будет продолжать контролировать Эрдоган, я думаю, ему отвести к тому, что Турция на некоторое время может очень сильно сосредоточиться на внутренних вопросах. Ну, то есть, не до Украины. Будет не совсем до... И не до Украины, не до США, а то есть, это будет... Потому что Эрдоган, вот если посмотреть даже динамику, да, Эрдоган не просто так выводил митинги и показывал, что вот есть за ним улица или часть улицы и так далее. То есть, ну, и в турецком обществе, вот я много... Я общаюсь с турецкими экспертами, да, и они мне говорят, что действительно ощущается напряжение, да, вот как в преддверии грозы. Вот эти выборы, вот какое-то вот такое вот ощущение. Некоторые, кстати, турки, которые имеют возможность, ну, там, материальную и так далее, некоторые из них даже уезжают из Турции, кстати. Они хотят на некоторое время пересидеть в других странах. Ну, то есть, поехать немножко вот на это время, пока в Турции будут выборы, пока не будет понятно, чем это закончится, да, в других странах перебыть. Ну, это тоже очень, кстати, показательно. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Незалежный политолог, Алексей Якубин, в ТикТок, на Ютуб, тоже будет отмечен, поэтому, пожалуйста, следите за обновлениями и на страничках Алексея. У меня есть, скажем так, ряд таких нюансов внутренних, внутриукраинских. Первый, наверное, самый интересный, это вот эта история с финансовым, экономическим положением Украины. Вот эта информация, которая там разошлась по всем средствам массовой информации, все, как бы, эксперты, не ровен час, нет-нет, да и возьмут и вставят вот этот факт о том, что дорогих машин продано в Украине с салона больше, чем вот год назад, процент увеличивался, это означает, что кому война, кому мать родна, что, ну, и так далее, и так далее, что зарабатывают, покупают, мол, пока во время войны это все происходит, где-то танцы, где-то, скажем так, клубы, где-то дорогие машины, новые с салона, но тут выясняется, что эти машины, дорогие с салона, перепродаются в Российскую Федерацию через Грузию, а это уже поднимает немного другой пласт, немного другую проблему, опять-таки, проблему вот этих санкций, о том, что Украина заинтересована в санкциях против Российской Федерации, но это вроде бы как, ну, как же магистральная линия, все вроде бы, никто с этим не спорит, но украинцы не прочь, получается, и заработать на санкциях против Российской Федерации, парадокс? Ну, смотри, украинцы имеются в виду, возможно, какие-то отдельные капиталисты, предприниматели, ну, что я могу тут сказать, я могу вспомнить только европейского мыслителя 19-го века, Карла Маркса, который говорил, что капиталист ради прибыли в 300 процентов готов пойти на любые преступления, ну, в общем-то, вот, пожалуйста, и я думаю, мы наблюдаем абсолютно похожую историю, что действительно тут война, а с другой стороны есть те, кто пытается заработать, не просто на войне, а заработать на санкциях, на обходе санкций, и опять-таки мы даже видим, как некоторые страны этим занимаются, вот ты упомянула о Грузии, возможно, наши зрители не знают, но в Грузии в прошлом году произошел экономический рост в 10 процентов, и спрашиваются, а что же там такое произошло, грузины открыли новые источники нефти, газа, или же новые технологические инновации, а я думаю, ответ немножко в другом, дело в том, что Грузия превратилась в одну из тех стран, которые позволяют обходить санкции и продавать в Россию по санкционные товары, техника и так далее, которые, ну как бы грузины вроде бы стали больше закупать грузинские компании этого всего на мировом рынке, но а потом это все дальше продается в Российскую Федерацию, ну, опять-таки, тут вопрос в том, что, к сожалению, так получается, что санкционная политика, которая, введена она отдельным странам учитывая, что это не санкции ООН против России введены, потому что Россия просто-напросто на уровне ООН, мы прекрасно понимаем, она их может, и так бы и было, если бы они были вынесены, да, на уровне ООН, она бы их просто банила и не позволяла принять, а так как эти санкции введены со стороны, в первую очередь, ряда западных стран и нашей страны, то, соответственно, многие другие страны говорят, а чего мы должны их соблюдать, ну, как бы, вот мы тут можем заработать, но мы зарабатываем, да, на этом, ну, мы видим это не только, еще раз говорю, по странам, там, там, Грузии, или постсоветского пространства, или тоже Турции, о которой мы упоминали, а это многие незападные страны так делают, это как раз к вопросу о том, что, во-первых, я считаю, наша дипломатия должна здесь более активнее работать на многих незападных странах и объяснять, что происходит реально в Украине, и, в общем-то, да, показывать, что то, что мы наблюдаем, это борьба за сохранение страны, и это подобное, как многие западные страны ввели против своих, скажем так, империй, которые контролировали их, да, освободительную борьбу, ну, то есть, как бы, тут есть комплекс вопросов, который, мне кажется, вот эти санкционные дыры нам показывают, которые, к сожалению, они не решены, и, возможно, вот там мы слышим об 11 пакете санкций, которые ЕС будет вводить, возможно, там будет попытка выйти на введение санкций, вот, да, вторичных тех стран, в контексте тех стран, компаний, которые, ну, скажем так, себе позволяют, вот, обходить сейчас санкции, продавать свою продукцию в Российскую Федерацию, опять-таки, знаешь, возникает вопрос, здесь же не только вопрос, наверное, в самой стране, ну, там, в Грузии, в Армении, там, в Турции, там, можно список перечислять, а тут, конечно же, есть вопросы и связанные с компаниями, я не верю, что, например, там, технологические компании, знаешь, тут они продавают, то есть, знаешь, эти компании, они всегда чудесно изучают местные рынки, они знают, сколько приблизительно есть пользователей на том или ином рынке, платежеспособного и так далее, да, то есть, а тут, например, вот продавалось раньше условно телефонов столько-то, а тут их стало в три раза больше продаваться в этой стране, ну, я думаю, что в эти компании прекрасно догадываются, как и куда потом эти телефоны попадают, но просто вот капитализм вот так устроен, да, есть, к сожалению, и такой момент, возможно, вот российско-украинская война позволит сделать капитализм не просто регулируемый, а чуть более, скажем так, справедливым в плане урегулирования вот подобных вещей. Ну, это сложно. У нас медийная война, война в прямом эфире, у нас война с гибридными информационными технологиями, получается, и с гибридным капитализмом. В завершении, а как победить в такой войне? Ну, смотри, я думаю, что это очень комплексный, конечно, вопрос, да, сложный вопрос. Я думаю, что для Украины, вот для нашей страны, на самом деле, очень важный момент это сохранение вот этого понимания, за что мы боремся. То есть, Украина борется за свободу, за свободу, чтобы украинцы, которые могут думать по-разному, иметь разные политические взгляды, левые, правые, еще какие-то, да, быть агностиками, верующими, но чтобы все украинцы, они имели возможность жить в Украине, строить эту страну, развивать ее. То есть, вот мне кажется, для Украины, вот я понимаю, что это такой, как бы микро вопрос, ну, то есть микро ответ на такой сложный вопрос, Саш, который задаешь, но я думаю, что для нас очень важно, знаешь, вот эту всю энергию борьбы не переключить, во-первых, друг против друга, потому что, к сожалению, есть политиканы, которые активно любят это использовать, натравливая одних, наших сограждан на других. Это неправильно, абсолютно неправильно. Есть общий враг, да, и Украина борется, украинский народ, он борется за то, чтобы каждый, вот это множество, имело возможность реализовываться в Украине, которая будет, я так понимаю, все равно частью Европейского Союза, вот к этому все идет. Очень важно понимать, что двигаясь Европы, да, мы не должны, вот мы должны понимать, что мы хотим иметь не просто лейбл, а практики, которые есть во многих европейских странах, в Германии, во Франции, в Австрии, в Швеции, практики уважения к другому, да, уважения, и, скажем так, толерантность, я не знаю, это слово, может быть, кто-то воспринимает негативно, но я позитивно это слово воспринимаю, практика открытого общества, вот это важно не забывать, да, что мы победим, если мы сохраним понимание, а за что это происходит, то есть ради чего украинцы защищают свой дом, и вот я думаю, что это как раз вот ради сохранения такой Украины множества разных очень украинцев, которые могут реализовываться здесь, еще в лучшей мере реализовываться в Украине, чем это было дома. Ну, конечно, можно каждый из этих пунктов разбирать отдельно, и там где плюсы, где минусы, где удалось, где нет, но это будет, наверное, темой наших следующих бесед, спасибо большое за твое время и твои мысли. Спасибо огромное, Саша, за предложение. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, увидимся обязательно, до скорого.